Слава Богу! Вы вызвали помощь, поддержку. И изначально я хочу поблагодарить вас за эту помощь, за эту поддержку, потому что для нас это было большое, огромное благословение. Вот благодаря, знаете, такой вот поддержке, помощи, вот жертвенности, служение и реабилитации продолжает существовать, двигаться. Люди продолжают спасаться, исцеляться, освобождаться, судьбы меняться. То есть всем от этого хорошо и благословенно. Спасибо. 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 Поблагодарить вас за ваши открытые сердца, за вашу поддержку. И знаете, отчасти ваш вклад есть и во мне, потому что когда я проходил программу реабилитацию, мы тоже сюда приезжали, я уже здесь один раз свидетельствовал, и вы также нам помогали и поддерживали. Так что огромная благодарность Господу за каждого из вас. Пусть Бог благословит каждого и воздаст во сто крат. Знаете, центр, хочу немножко рассказать об этом служении. Сам центр реабилитации начался в 2007 году. В 2007 году мы увидели, даже не мы, а наш пастор Александр, который, кстати, передает большой привет, увидел такую огромную проблему. Проблему наркомании, алкоголизма в городе Мозыре. И стал вопрос, как помочь этим людям. И тогда пришла идея просто от Господа, мы верим, что открыт центр реабилитации. И вот уже в течение 15 лет существует это служение. Само служение, конечно, непростое, сразу хочу сказать. Люди бывают разные. Но Господь через это шлифует и наши сердца, и меняет жизни. За это время прошло очень много уже людей программу. И знаете, точную цифру не скажу, но те, кто прошли от начала до конца, 85% сегодня стоят в свободе. Женились, кто-то замуж вышел из сестер, родились дети. И очень большой процент, процентов, наверное, 40 церковь выросло благодаря этому служению. И все служители сегодня в основном в церкви, это также люди, которые проходили эту программу, которых Господь жизнь изменил, исцелил, благословил. На которых, возможно, уже знаете, кто-то поставил большую точку из жизни его. Но Господь поставил запятую и начал дальше писать судьбу. Благодаря также этому служению вышло много других служений, таких как профилактика, нарко, алкопотребление. Мы на регулярной основе посещаем учебные заведения. Также вышло такое служение, как тюремное служение. Тоже мы с постоянством посещаем колонию строгого режима, которая около нас там в Мозыре находится, 20-я колония. И знаете, уже есть такие плоды. Раньше ребята, которые освобождались, все хотели приехать на реабилитацию, но никак не доезжали. Но на данный момент два человека, которые вот освободились, мы их встретили. И они вот проходят реабилитацию с огромным желанием, хотят изменить свою жизнь. Как я сказал, уже образовалось много семей, родились детки. И вот слава Богу за это. Знаете, и хочу также засвидетельствовать о своей жизни, что Господь сделал в моей жизни. Меня зовут еще раз хочу сказать Александр. Я сам вообще родом из Пинска. Вырос в хорошей семье. У меня отец, мать, брат старший есть. Вы знаете, ну благополучная семья. Вот как бы ничто так вот не предвещало какой-то беды. Но знаете, улица, друзья, как-то тянуло меня всегда к старшим ребятам. Вот как-то вот хотелось подражать, может, им. И через какое-то время, в возрасте 15 лет, я первый раз употребил наркотики. Хочу сказать сразу, меня это очень сильно затянуло. И знаете, до 24 лет, до 25, наверное, я искал всякие выходы, как от них избавиться. Что только я не перепробовал в жизни. Ну, чтобы только избавиться от этой зависимости. Ну, ничто не помогало. Ничто. И знаете, в 25 лет меня родители просто выгнали с дома. Я уже настолько их достал, настолько они устали от меня, что просто это было, наверное, единственное правильное решение. Я скажу, это было правильное решение, потому что они меня выгнали с дома. Я начал думать и осознавать, а вообще для этого ли я живу. Как сейчас помню, я лежал, знаете, на притоне и думал, вот неужели ради этого вообще я родился вот на свет? Чтобы вот так вот умирать в молодых годах, вот лежать на каком-то притоне. Неужели вот ради этого? Неужели нет другой жизни? И знаете, тогда просто я вспомнил телефон одной своей знакомой, сестры, которая мне рассказывала о Боге, которая рассказывала о Центрах реабилитации. Я ей позвонил, она мне дала контакты, и я начал сам звонить просто и проситься, чтобы меня взяли на эту программу. И знаете, я сегодня благодарю Бога за это. Вот что вот просто таким образом, вот именно таким образом, из-за того, что родители сделали такой вот шаг, как бы веры, вот просто вот выгнали, можно сказать, с дома, то есть я начал думать. Знаете, вот как в притче, когда этот блудный сын оказался в очень тяжелых жизненных ситуациях, что-то с ним начало происходить, он начал задумываться об отце, он начал задумываться о другой жизни. Пройдя программу реабилитации, знаете, я решил остаться в Михалковской рудне, и уже на протяжении 8,5 лет являюсь там членом церкви, служу Господу. И знаете, когда я принял Иисуса Христа в свое сердце, когда я покаялся, в моем сердце родилось огромное желание служить Ему. Вот просто служить, знаете, не просто вот быть верующим, но еще и служить, стать служителем. Вот так хотелось мне помогать таким же вот, таким же людям, каким я был сам. И вот на протяжении всего этого времени я служил в Центре реабилитации, являюсь, на данный момент на испытательном сроке нахожусь на служении диакона, веду домашнюю группу. Бог меня благословил потрясающей семьей, жену, двоих детей нам дал. И моя жена также вместе со мной, мы служим в Центре реабилитации, только она в женском репцентре служит. Знаете, когда мы только поженились, вместо того, чтобы поехать, может, отдыхать где-то, там, в медовый месяц, да, как говорят, мы тогда открыли, ну вот, мы, наша церковь открыла Центр реабилитации в такой стране, как Приднестровье. Я думаю, слышали, да, это бывшая Молдавская республика в Приднестровье. И мы вот с братьями, с братьями вахтовым методом начали туда ездить, кто-то месяц, кто-то два, просто созидать там вот этот репцентр. И мы с женой просто приняли решение после свадьбы сразу туда поехать тоже трудиться. И на протяжении какого-то времени мы там трудились, созидали этот репцентр. Знаете, было непросто, сразу скажу, но до сегодняшнего дня это уже, получается, пять лет, как Центр реабилитации существует. Те выпускники, которые сами, ну, закончили программу, они сегодня слушат там, трудятся, есть плоды, церковь пополняется. И пастор, где мы были вот в той церкви, где этот репцентр, он сегодня очень благодарит Господа за этот труд, за это служение. И, знаете, хочется сказать огромную славу Господу за это, потому что люди спасаются, люди изменяются, жизнь меняется. Были, конечно, непростые времена в моей жизни, но Господь давал все пройти, Господь благословлял, вел. Знаете, когда, я, может, немножко так прыгаю, но когда вот, пройдя Центр, ну, программу реабилитации, конечно, мне, как там, молодому человеку, хотелось все и сразу, и семью, и там, какую-то и финансы зарабатывать, и жилье, но я смотрел и думал, Господи, как Ты можешь меня благословить в этой деревне? Тут деревня, а ну, а я сам с города, ну, там тысяча человек в деревне живет, Господи, ну, можешь ли ты что-то, ну, знаете, Бог, Он всемогущий. И на протяжении двух лет я просто жил там при церкви, трудился, что-то делал. И, конечно, мне, знаете, всегда хотелось, вот думаю, Господи, ну, когда Ты меня благословишь семьей? Когда Ты вот как-то вот устроишь мою жизнь, там, чтобы как-то и у меня были дети, семья, и там, служение как-то вот. И, знаете, приехал один пастор к нам, он был с Израиля сам, приехал в гости, побыл у нас. И через какое-то время уехал и звонит, и говорит, слушай, а мы с ним как-то пару поездок сделали, так, по церквям. И он говорит, знаешь, хочу тебя пригласить в Израиль. И я так обрадовался и подумал, Господи, ну, наконец-то, вот Ты, наверное, хочешь меня благословить. Я подумал, вот здесь деревня, а там Израиль, такая благополучная страна, такая земля обетованная. Ты, наверное, хочешь меня там и благословить. А он еще говорит, приезжай, я тебе помогу там, найдем тебе жену там, найдем работу, служение. И, знаете, оно как-то так загорелось в моем сердце. Я подошел к нашему пастору, говорю, пастор Александр, вот так вот предлагают. Он говорит, ну, молись, если на то есть воля Господа, то, ну, конечно, едь, как я могу противиться. Ну, ты молись. И когда он сказал про молитву, я подумал, не, ну, я молиться особо не хочу, я хочу в Израиль. А вдруг Бог передумает что-то. И, знаете, начал молиться, начал взывать. Я понимал, что у Бога есть план на мою жизнь. У Бога есть план. Как для каждого из нас. У Господа есть свои времена и сроки. Есть свой план для жизни нашей. Есть судьба от Господа. И, знаете, начал молиться. И когда время подходило за неделю до полета уже в Израиль, я вдруг почувствовал, что вот ушло желание. Ушло желание. На то время я уже служил в церкви. И я так, знаете, с Господом вот как бы заключил завет. Я сказал, Господь, ну, я не полечу туда. Ну, хотя я билеты купил и деньги потерял. Я не полечу. Я останусь здесь, в этой деревне, куда ты меня призвал. Ну, ты меня благослови. Я буду служить, я буду стараться, я буду что-то делать. Ты меня благослови. И, знаете, Бог силен благословить, даже если это маленькое место, деревня. И, знаете, прошло уже вот пять лет, как это вот было предложение. Бог меня благословил всем. Я не то, что, знаете, хвастаюсь, просто хочу Бога показать, насколько Он велик, насколько Он сильный. Бог благословил семьей, как я уже говорил, и детями. Бог благословил служением, друзьями, церковью, семьей Божией. И, знаете, на данный момент я могу сказать, что на самом деле я счастливый человек. Я очень благодарю Господа за это, что когда-то просто я, знаете, как вот Он мне дал возможность рискнуть, выйти, может, пойти по воде, остаться в этой деревне, хотя, казалось бы, какие там перспективы, что-то может быть. И, ну, у Господа свои планы. Он вот так вот захотел, благословил и дал и служение, и друзей, и работу. Благословил своим жильем, о котором я даже и мечтать не мог. Потому что я думал, какое жилье может быть у человека, который вот, ну, в прошлом был зависимый человек. Ну, Бог Он просто благословил. И, знаете, сегодня очень благодарю за это Господа. Очень благодарю. И есть такое местописание в Библии, это Иоанна 10, 10, и Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, где Иисус говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Дьявол пришел, чтобы уничтожить нашу жизнь. Но Иисус приходит для того, чтобы дать нам жизнь. Жизнь. И жизнь с избытком. Чтобы мы жили. Чтобы мы радовали. Чтобы мы служили Ему. Чтобы мы несли Евангелие этим погибающим людям. Чтобы, знаете, чтобы жизнь, она через нас стекла. Чтобы другим ее дарить. Потому что сколько много людей в этом мире, они сегодня, они не имеют жизни. Вот нету жизни. Глаза не горят. Сердце пустое. Целей в жизни нету. Пропадают. Ну, Иисус нас призвал. Нас призвал. Меня лично. Каждого лично призвал. Принести своим соседям. На рабочих местах. Где бы мы не были. Жизнь принести. Жизнь во Христе им принести. Евангелие принести. Чтобы люди спасались. Исцелялись. Освобождались. А Господь в силе нас благословить. Даже если мы что-то не имеем. Он в силе восполнит любую нужду. Он в силе благословить нас. В силе изменить то, что нужно поменять. В силе спасти наших родных, близких. В силе просто все сделать. Чтобы у нас был этот избыток в жизни. Еще раз хочу поблагодарить вас. За то, что приняли. За то, что оказывали помощь. Пусть Бог благословит каждого из вас. И пусть Господь восполнит любую нужду вашу. Пусть Господь благословит семьи, дома. Пусть Господь благословит этот город. Также я его очень сильно люблю. Этот город Пинск. И еще больше спасает людей здесь. Исцеляет и освобождает. Аминь. Слава Богу.